Да. Алло. Евгений Олегович, здравствуйте. Здравствуйте, кто это со мной? Юридическая группа Кредит Эксперт Финанс. Меня зовут Ирина Сергеевна. Звоню вам относительно вашей задолженности в банк Венесанс Кредит. Информирую вас, что разговоры записываются. Что с оплатой у вас? Какую сумму собрали на оплату по кредиту в Венесанс? Подождите, давайте параллели проведем, какие-то ассоциации наметим. Приоритеты расставим. Ренесанс, потом какая-то группа, как вы там, Кредит Экспресс и я. Вот здесь вот кто-то лишний, по-моему. Да, юридическая группа Кредит Экспресс Финанс. Мы неоднократно говорили вам. В этой цепочке кто лишний, как вы думаете? Вставляли. Ваша задолженность, которую нужно оплатить. Не-не-не, я не озвучивал этого участника цепочки. Хорошо, банк Ренесанс, вот это ваша группа и я со своей задолженностью. Кто тут лишний? Как вы думаете? Ваша задолженность, чтобы нас не было, нужно подосить задолженность. Нет, чтобы вас не было, вас нужно послать, если у вас есть какие-то вопросы и претензии, на три буквы. Посередине У, в суд. Если у вас претензий и возможности нет, и которые возможно решить в суде, то вы здесь лишние. Вот такие выводы. Евгений Олегович, есть продажа долга. Вы в суд будете направлять? Кого? Что в суд? Я никого не направляю в суд. Я вам предлагаю. Даже в случае продажи вам долга, которого нет, естественно, никакого случая. Договор от ССИ, потому что я не получал. Итак, если даже вам продали долг, а вы сдуру его купили... Нет, вы направляете в суд, да не продали. Мы по агентскому договору, вы прекрасно знаете, вам каждый раз... А что ж вы тогда по агентскому договору спрашиваете о моих намерениях? Вы взяли кредит в целью неоплаты. Кто вам такое сказал? Вот и все. Кто вам такое сказал? Теперь направляете при каждом разговоре ваши платежи. А как еще вы думаете? Да. Да, не могут платежи человека об этом говорить. Которые вы бросили платить в апреле месяце, не вернув сумму основного долга. Если следовать вашему утверждению... Нет, с целью невозврата я тогда и не возвращал. А я возвращал. Это факты. Это не факты. Вы не вернули даже то, что взяли. Это факты. Это надутые факты. Это факты. Надутые факты. Надутые факты. Это факты. Надутые факты. Вами надутые. Вы 109 тысяч взяли. Вы 109 тысяч взяли. Не, ну вы сказали, что с целью неоплаты, а я же оплачивал. 79 рублей, конечно. Не вернули то, что взяли. Не, не, ну получается не с целью неоплаты, да, не возврата, а с целью частичного невозврата тогда уже получается, так? Ну у вас в таком договоре прописано, что вы можете взять и оплатить сколько... А вы откуда знаете? Я вам сейчас могу столько рассказать про свой договор, а вы каким образом к нему отношение иметь? У меня это договор не с вами, а с банком. Ну, а вы в чем? В чем ваши недовольства? У вас в договоре указано в пункте 1, 2, 3, 18 и в пункте 1, 2, 3, 19, что банк в случае несвоевременных оплат передает на взыскание третьим лицам. Он передал? И второй, переступить права... Да, передал. Ну так все, ну, значит, теперь вы этим занимаетесь, да? Конечно. И вас что-то не устраивает, верно? В моих действиях? Ну, конечно, вы нецензурно выражаетесь периодически. Да, ну и вы тоже можете в иском заявлении об этом указать. Когда это я нецензурно-то выражался сейчас перед вами? Да не будет суда. Руководству банка будет рекомендовано только продажу долга. Вот от нечего сказать, говорите просто, забудьте про это. За добрую новость огромное спасибо. Забудьте про это. Если не будет суда, значит, я констатирую факт, что банку не нужны эти деньги. Вот и все. Потому что в нашем государстве все разногласия. Банкерер, что ты права и получит деньги. Что сделает? Евгений Олегович. Скажите, нет, закончите фразу. Банкерер купит права денежного требования. У кого перекупит? Чьи права? Вы что там несете? С мыслями соберитесь. У кого там банк, что перекупит? Вы записываете образование среднее? У меня записывается. Хочется, конечно, прослыть эрудитом. Хочется, конечно, прослыть эрудитом. Вы явно какие-то словесные ляпы запускаете. Речевые. А тут я поэтому и спрашиваю. Сейчас вы мне расскажете. Филолог, лингвист. Образование среднее. Нет, ну просто серьезно, девушка. Судя по всему, у вас, наверное, и среднего-то нет. Ну, незаконченное какое-нибудь. Дело в том, что вы сказали, что банк что-то перекупит. И меня заинтриговало это. Расшифруйте, что вы там... Нет, вы делаете то, что вы не слушаете. Банк переуступит права денежного требования. А, ну хорошо, что дальше. Развивайте мысли. Да, дальше что? Банк уже не будет нести ответственность. Отлично, хорошо. Кто будет нести ответственность? Перед кем будет нести ответственность? Да, ну, в общем-то, понятно все. Ну, конечно, понятно. Это еще раз социальный отказ от оплаты. Ну, что вы, можно говорить человеку со средним образованием электромонтером? Да что вы прицепились к этому образованию? Как можно учиться с человеком, как может учиться с человеком... Ой, это разъяснилили. Ладно, в ютюбе выложу, так и решим. Да, в ютюбе выложу, так и решим. Да ладно, ну что, ну что, ну что, ну... Как электромонтер из города Полосова. Ой, не получилось напугать, да? Ну, электромонтер, что дальше? Берет копеечные кредиты и не может их оплатить. Ой, блин, наблювало, наблювало, что-то кучи какие-то накидала, думала напугать и не получилось. Сама запуталась, бедняжка. Ну, скажи еще что-нибудь в свое оправдание. А что мне сказать, если вы финансово несостоятельны, 28 лет, и думаете, что если вы смеетесь сами... Ой, ну лучше не продолжать. У вас же финансовая вялость. Вялость. Ну, так это вы, у вас же два варианта, вы смеетесь над собой. Либо нецензурной брани занимаетесь. Да как ей можно заниматься? Как ей можно заниматься? Занимаются маструбацией, наверное, вот этим ты и занимаешься после работы. Вы же у тебя мужика точно нету, да? Вы этим занимаетесь, потому что денег заработать не можете. Да не, нормально все. Слушай, а мужики ненавидят таких скудаумных. Да нет, электромонтеры я вижу, конечно. Что ты приступила до электромонтера? Доходов нет, доходов нет. Заработать не можем, ходим по банкам побирать. Ну, давай, эмоции, эмоции свои. Ну, а что тебе еще остается? Ну, это у вас эмоции. Знаешь анекдот про лошадь, которая до финиша не добралась? Вот на нее ставку поставили. Нет, анекдоты вы рассказываете о Лизе. А она говорит. Ну, поставь на меня, поставь. Мужик последние деньги поставил. Сказала, чего разговариваешь? Продолжай анекдот. Мужик пришел на ипподром, собственно говоря, поставить ставку. Знаток, хороший мужик, знает все и куда и как. Подходит к нему кляча. Вся кривая, худая, плешивая. Морду ему в спину уткнула и говорит. Мужик, поставь на меня. Мужик на нее посмотрел. Она еле стоит, шатается. Подумал, подумал. Говорит, да ну, что я, бешеный что ли? И отошел в сторону. Ну, а дальше. Мужик, поставь на меня. Он от нее отмахнулся. Она ходит за ним. Уже час ходит и... Ну, поставь на меня. Поштавь на меня. Психанул. Поставил там несколько долларов. Она ему... Мужик, поставь... Поштавь больше. Поштавь больше. Он ее посмотрел, поставил там на пятак больше. Мужик, поштавь все деньги. Ну, поштавь. Поштавь на меня. Думает, да фига знает. Ну, мало ли. Ну, ты лошадь говорящая. Да еще и вот такая уверенная в себе. И на его знает, что... Чем черт не шутит. Ну, взял и поставил все деньги. Полностью все, что было. Пошел смотреть. Ну, стартует. Все поскакали. Она три шага прошла и упала. Лежит. Глаза закатила. Он к ней подходит. Эээ, ты что за ухо? Ее трепет. Она башку поднимает. И говорит. Ну, не шмогла я. Не шмогла. Друзья, наверное, многие знают этот анекдот. Но здесь я его упомянул, потому что он мне прям на языке вертелся. Она вот эта вот лошадь, которая разговаривала, да, думаю, что она с электромонтером разговаривает, поставила вот на этот факт очень много. Ну, вот амбиции ее были очень сильно, скажем так, ею самой востребованы. Но так случилось, что она не шмогла. Вот в буквальном смысле не шмогла. Вот она и все. И с одной небольшой разницей вот это от анекдоты, то, что она сама на себя поставила. То есть переоценила свои возможности в тот момент, когда пришла на эту работу. Всегда странно, о чем они думают. Вот никогда же наверняка на такую работу не приходит претендент, да, думая, что вот он просто заработает. Его прельщает все-таки вот это доминирование над людьми, повышение самооценки собственной. А как, почему? Да потому что она у него искусственно завышена, но по факту ее вообще практически нет. Ну, это знаете, да, вот эти психиатры обычно такие патологии лечат. А вот здесь вот эта вся публика, ну, практически в 99% случаев, это потенциальные, ну, пациенты вот этих психиатров. Мое мнение. Я имею право озвучивать на своем канале свое мнение. Так что кто с этим не согласен, ну, это ваше право соглашаться или не соглашаться. И еще, друзья мои, информация для тех, кто хочет встать под юридическую защиту, для тех, кто хочет посетить наши регулярные бесплатные вебинары, для тех, кто хочет вступить в бесплатную группу ВКонтакте, в открытую, простите, группу ВКонтакте, в описании видео, с какого бы ресурса вы не смотрели этот ролик, вы можете увидеть внизу ту самую информацию, которая вам так необходима. А именно, сайт наш, www.3walam.ru Ссылка на нашу группу ВКонтакте, группа открытая, доступ для всех свободный. Также ссылочка на презентацию вебинара. Теперь по порядку. Ссылка на наш сайт. Пройдя на наш сайт, вы увидите видео. Обязательно рекомендуем его посмотреть. Именно в этом видео выложена полностью вся информация, как устроена работа кредитных юристов. Пожалуйста, посмотрите это видео. Тем самым, очень много вопросов снимется, и вы будете максимально уверены в своем шаге. Значит, для тех, кто в группу ВКонтакте хочет вступить, все совершенно понятно. Проходите и вступаете в группу, там много информации, очень полезно регулярно выкладывается. Для тех, кто хочет пойти и поучаствовать на бесплатном вебинаре, который мы регулярно проводим, тема вебинара «Как законно не платить по кредиту». Мы откроем очень много секретов банковских, которые так тщательно не скрывают. Тоже, пожалуйста, ссылочка в описании. Проходите, кликайте, посмотрите видео. Там есть видео обязательно. Тоже очень полезное. И регистрируйтесь. Пожалуйста, вносите в форму корректную информацию, которую предложит вам сайт. В активном случае мы не сможем с вами связаться, мы не сможем отправлять вам информационные письма. Указывайте корректно номера телефонов, указывайте корректно email, на которые вы хотите получить информацию. Для тех из вас, кто не видит какой-то точнее описание, и, допустим, смотрит данный ролик, слушает, простите, с канала YouTube, в конце этого ролика будет в окошке трансляции высветится три иконки, так называемой аннотации. Справа будет кликабельная ссылка для подписки на наш канал в YouTube. Слева будет ссылочка на видео, на видео, как устроена работа кредитных юристов. Обязательно посмотрите. Очень полезно. Ну и посередине будет кликабельная ссылка на наш логотип нашей компании с презентацией вебинара. Еще раз повторю, для тех, кто хочет ставить заявку на консультацию, на бесплатную, пожалуйста, указывайте корректно информацию о себе. Только отправите заявочку, проверьте свою почту. Тут придет от нас письмо, и будут указаны телефоны, с которых звонят наши сотрудники. И если по какой-то причине вы не видите письма в папке входящей, проверьте папку спам. Бывает, что письмо уходит в спам. На этом все. На связи был Кузнецов Дмитрий. Счастья вам. Финансово благополучие, здоровья и удачи.